Огромная страна, сотни тысяч вопросов и всего один лидер государства. 15 июня Владимир Путин проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян. Предстоящая прямая линия станет для него уже 15 по счету. Мы решили узнать, с какими темами ивановцы хотели бы обратиться к главе государства. Вот меня интересует вопрос, почему милиционерам не дают этим полиции, не дают сертификаты как военным. Пускай они там живут дома, но и семьи-то же растут. Чтобы сертификаты на квартиру? Да, конечно, были сертификаты на квартиру как военнослужащие. Ой, спросить хотела в том году или почему на Олимпиады выделяется больше средств, нежели на больных детей? Если бы у вас была возможность задать вопрос президенту, что бы вы у него спросили? Когда у нас губернатора снимут с должности. По каким причинам? Ну, не устраивает. Спросить что-то у президента, высказать предложение, а возможно и пожаловаться могут не только взрослые, но и дети. Главное – грамотно изложить свою мысль. Ивановские школьники к президенту обращаются как к Деду Морозу со списком пожеланий. Можно серьезно добавить несколько детских площадок, какие-нибудь развлекательные центры для детей и парки какие-нибудь сделать еще. Можно подумать, оставлять ли ЕГЭ для тех людей, которые уже выучили в школе и все-таки, наверное, лучше его отменить, наверное. Есть и те, у кого ни предложений, ни вопросов к президенту нет. Но хочется обратиться просто, по-человечески. Вроде спрашивать нечего. Все есть. Все и так без нас спрашивают. Вроде вопросов нет. Работает человек, трудится. На благо Родины. Пусть дальше продолжает трудиться. Знаете, я им очень доволен. Он молодец. Дай Бог ему здоровья. Больше ничего. Владимир Владимирович, прости ты меня. Я понял. Но я люблю. Ты очень хорошо делаешь. Я знал. И пойдет это все хорошо. Но только не перегибай палку. По-русски говорю. Вопросы даже самые эмоциональные президенту может задать каждый, позвонив по телефону, отправив смс или ммс-сообщение. Обратиться к главе государства могут также пользователи соцсетей ВКонтакте и Одноклассники. В этом году с этих сайтов можно будет отправить не только текстовое сообщение, но и видеообращение к президенту. На все вопросы Владимир Владимирович не ответит. Да это и нереально. Но счастливчики смогут услышать комментарий президента по самым злободневным темам – 15 июня. Быть может, именно вопрос из Иванова президент не оставит без внимания. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.